Прогулки по Царицыно в роскошных платьях на холсте. Это авторская ширма от Натальи Савенко. Еще одна, птицы прилетели, ботик, роспись по шелку. Первая и любимая профессия Натальи Михайловны – художник-декоратор. А ширмы – это почти архитектурный такой объект, который зонирует помещение. Я ширмы люблю, они несут в себе информацию и художественную, и чисто технический прием для того, чтобы выделить часть пространства. В 80-е и 90-е годы Наталья Михайловна разрабатывала эскизы для тканей на фабрике «Ивантеевский трикотаж». Занималась живописью и ручным ткачеством – гобеленом. Это не первая персональная выставка Натальи Савенко. Главное – красота. Прежде всего, все остальное приложится. Вот красота, она работает сразу, и она как бы дает атмосферу. Изюминка этой выставки – картины с психологическим настроем, а точнее для определенных психологических типов людей. Есть садик для холериков, меланхоликов, сангвиников, флегматиков. И каждому приятно смотреть на свои цвета и свои цветы. Сангвиник – это человек с потенциалом ярким, солнечным. И видите, вот эти потоки энергии через цветы. Но я все это передаю через цветы. Темпераменты различных характеров, которые она ассоциирует со своими картинами. Там сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики. Очень интересно. Ну, потом мне вот Калина здесь очень понравилась. Калина. И прямо я остановился шокированный вот перед этой мимозой. Наталья Михайловна восхищает всегда. Цветы, конечно, ее очень изумительные. И ее такой вот самый замечательный конек. Ирисы, пионы, сирени – это то, что она рисовала, в общем-то, всегда и всегда нас восхищает. Очень интересна вот новая ее работа, вот эти ширмы. Конечно, мы еще к этому не привыкли. И вот это вот восхищает отдельно. Уже почти 20 лет Наталья Савенко состоит в Творческом союзе художников России. Наталья Михайловна преподавала в Авантеевской детской художественной школе, вела кружок при библиотеке и сейчас продолжает активно сотрудничать и давать уроки рисования и живописи в развивающих детских центрах. Ширмы появились в творчестве не случайно. Это своего рода отражение перемен, настоящих и будущих. Я сейчас только нахожусь, можно сказать, на перепутье. Туда пойдешь, сюда пойдешь, там приобретешь, там потеряешь. В общем, я ищу свой путь на несколько лет вперед, можно так даже сказать. Выставка «Ширмы и цветы» продолжит свою работу в выставочном зале Центральной городской библиотеки до 24 июня.